Вслед за мастер-классом состоялся фестиваль пляжного волейбола. Его провели в бухте Тихой. Туда прибыли не только местные спортсменки, но и мировые звезды. В турнире приняли участие 10 команд, как переходили с привычного паркета на песок, расскажет наш корреспондент. Жара за 30, духота и даже ветер с моря не спасает. Помогает только раскаленный песок, не позволяющий стоять на месте. Волейболистки ищут хоть какие-то плюсы в такую погоду. Две Таисии с этими условиями знакомы. Неоднократно к сезону готовились на пляже. Что для них действительно новое, так это внимание олимпийского чемпиона. В год лондонского триумфа Тараса Хтея и всей сборной России Таисии Дробышевой было всего два года. Поэтому прямой эфир игры прошел мимо. Но отказать себе в удовольствии спортсменкой не смогла. Я пару дней назад смотрела Олимпиаду 2012 года и эмоции зашкаливали так же, как в первый раз, как я ее смотрела. Вот эта третья партия – очень важный момент для команды России. И когда я пересматривала, было очень волнительно за команду России. На фестивале девушки отнюдь не зрители. Тезки – одна из десяти команд-участниц. Здесь каждая пара состоит из воспитанниц волейбольного центра. Победить в этом турнире – значит выиграть все матчи. Помогают с этим профессионалы из клуба «Сахалин». Тут они и в роли тренеров, и в роли судей. Ну, это интересно, конечно, ну, всегда здорово, всегда классно. Но, на самом деле, я уже участвовала в такого рода деятельности. Поэтому, я думаю, что мне будет не сильно сложно. Первый за несколько лет сезон высшей лиги «Астровные» волейболистки начнут в конце сентября. Готовиться к нему они будут с 1 августа. Ради столетия отечественного волейбола команда вышла из отпуска на несколько дней раньше. Благо, что состав укомплектован. Нам добавится несколько девчонок мест в Калининград. Мы предлагаем нам тренировку, в которой мы можем участвовать в играх. А сейчас в матовском местом, мы начинаем тренироваться. Наконец-то начинаем сезон уже в более обычном дивизионе российского волейбола. Я думаю, что мы получаем достойный результат. Столетие отечественного волейбола – праздник масштабный. Его отмечают по всей стране – от Камчатки до Калининграда. Я думаю, что будут собраны миллионы людей. Это болельщики, это любители спорта, это, значит, наше будущее поколение, молодежь. Значит, участвуют практически все задействованные. Вся Всероссийская федерация волейбола, олимпийские чемпионы разбросаны по всем регионам. Это и Хабаровск, это и Камчатка, Сахалин, Мурманск, ну и все регионы – Москва, Питер, Калининград. Последний день праздника – 29 июля. В субботу на стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске пройдет еще один турнир по пляжному волейболу. Дарья Янченко, Влад Французов, Александр Тютюнников, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ.